В один прекрасный день, как я говорю, я подошел, вот вы сами видите, к дому. Тишина, никого нет. На стоянке пусто. От забитой машинами площадки, очереди продавцов и покупателей не осталось и следа. Как и от самой фирмы, которая занималась продажей поддержанных авто. Перед закрытыми воротами сегодня лишь несколько бывших клиентов. По их словам, они остались и без денег, и без машин. Я выложила машину на Авито, то есть именно позвонили с Гепард Авто, предложили свои услуги. То, что приезжайте, мы вам все сделаем, все будет в лучшем виде. Я им названивала, звонила ежедневно. Они мне говорили, нет, машина стоит, ее в кредит не одобрили и так далее. И в итоге я узнаю, что 8 ноября ее продали. А по договору 1 ноября. Пострадавшие ведут подсчет. Говорят, их уже около 60. Каждый из них попался на одну и ту же удочку. Пригнал автомобиль в автоцентр в поселке Солнечный, заключил договор на комиссию. При обращении в фирму сначала людям обещали отдать деньги с продажи авто, затем сотрудники пропали вместе с автомобилями. При, получается, договоре у них, значит, была какая-то схема. Они говорили то, что давайте подпишем два пустых договора купли-продажи и в ПТС распишемся якобы для удобства вот именно меня. То есть они, вне зависимости от того, что здесь я или нет, они как бы могут продать мой автомобиль. Сумма ущерба по подсчетам юристов составляет около 20 миллионов рублей. Похожие схемы обмана были зафиксированы во Владимирской и Московской областях. Заподозрить что-то неладное сразу практически невозможно. Заключались договора комиссии, по которым, в принципе, заподозрить ничего нельзя. Потому что это стандартный договор комиссии, оформленный в рамках гражданского законодательства. То есть это фабула, которая заполнялась. И, в принципе, человек, просто отдавая машину на продажу, по этому договору ничего заподозрить не мог. В настоящее время в отдел полиции номер 7 поступило 16 заявлений от граждан, в которых они просят дать правовую оценку действиям организации. На данный момент по заявлениям граждан сотрудниками полиции проводится проверка. По словам юристов, вернуть свои автомобили людям будет непросто. Тем более, что некоторые машины могли оформить на подставных лиц и отправить в другие регионы. А доказать, что сделка была фиктивна, уверяют эксперты, можно только в рамках уголовного дела. Денис Титаренко, Роман Шельдяев, Саратов-24.